Знакомьтесь, для многих видят первый раз главный тренер фигурного клуба «Авангард Курск» Сергей Александрович Булатов. Сергей Александрович, начнем по нашей курской традиции, выскажьте свое мнение по поводу сегодняшнего матча, а потом, я думаю, познакомимся с вами, придется более подробно. Очень важно, чтобы закончили сезон хорошей победной серии, победа «Вес», потом две победы «Дома» и три очка, которые нам принесся в стол. Очень хороший момент, чтобы мы забили маршные литры, не пропустили ни одного мяча. Хотя моменты наших права были, но мы не пропустили. Спасибо, Батарин, спасибо, Диана Генкова, Батарин. И психологически ребятам очень важно было победить после 8-9 месяцев без победных игр на «Дома». Все-таки самое важное в строительстве команды, одно из самых важных – побеждать на глаза своих зрителей и побеждать для своих зрителей. Это, наверное, основной показатель. Слушаю вас. Прошу вопросов. На сколько менять, берите команду, с какой базой, с какой-то селекцией, надо кого-то погашать, тем более, значит, шепот и в России, по-русски, без урала туда. Если примените, по какой тактике, что будет меняться вообще? Таким, видимо, ломбард в новой истории. Всегда в нашей жизни все упирается либо в женщин, либо в деньги. В нашей ситуации будет упираться в деньги. Потому что клуб должен жить по средствам. Неправильная ситуация, когда клубы завязали в дом, покупают дорогостоящих футболистов, а потом не могут выбраться их в домовой яму, и вы видите, вокруг нас команда прекращивает свое существование. Поэтому вся наша селекция будет построена на наших финансовых возможностях. Да, какие-то изменения будут. Да, какие-то изменения будут. Сказать сейчас что-то конкретно, я вам не скажу. Единственное, считаю, что здесь созданы достаточно квалифицированные хорошие футболисты, которые должны быть намного выше 9-го или 8-го места, которые на займе. И костяк команды, безусловно, надо сохранить. Усиления будут, обязательно будут. Я думаю, они коснутся линии атаки. Во многом, во многом коснутся линии атаки. И все усиления будут направлены на то, чтобы команда показывала более зрелищный футбол и радовала именно на радных стенах наших болельщиков. Стадион как в целом? Ну, я не первый раз на стадионе, я его видел и скажу, что для второй лиги отличные условия. Великолепный президент, который заботится о команде. Отличное отношение руководства области к проблемам с трактивой кармана в мелкой лиге. Поэтому я считаю, что Пруск достоит место фонареров. И там же будем мечтать дальше. Игорь Михайлович, я знаю, что вы недавно встречались с руководством области. Вы либо, учитывая, зная ваш бэкграунд, так скажем, зная то, что когда в Прямске у вас было достаточно сложно в 2009 году, вы упорно паровались за первое место с вашим авангардом туда, и чуть-чуть вам не хватило, а нам хватило. То есть ставите ли вы для себя какие-то задачи в Курске, помимо того, что вам было озвучено, и чем вам привлекает именно с творческой точки зрения работы в Курске? Вы ставите ли вы для себя какие-то задачи? Ну, позиция моя как человека, и надеюсь, будет позиция клуба, команды, что во второй лиге, кроме первого места, есть последнего. Первое, последнее. Все остальное – это, ну, не принципиально, третье, бы, пятое, бы, восье. Исходя из этого, ну, думайте сами, что мы будем хотеть. В то же время здесь именно созданы определенные условия для творчества. Надеюсь, пригласим в команду футболистов, которые смогут воплотить идеи тренерского штаба. И именно упор на зрелищность, упор на то, чтобы болельщику было приятно ходить, приятно смотреть и ровно вернуться на этот стадион. Вот на это мы будем делать упор, и именно на это будет направлено наша творческая команда. С детским футболом вы по развитию ухода есть успели познакомиться? Ну, честно говоря, посетил матч молодежной команды, посмотрел. Там есть и такие ребята, которых мы привлекем в сбору, которые у нас начнутся 18 июня. Остальное я пока не видел, но зная ситуацию вообще в регионах в России, конечно, инфраструктура желает улучшения. Конечно, надо строить искусственные поля, надо улучшать ситуацию с нашей базой, потому что от инфраструктуры зависит, будет ли этим заниматься, будет ли команде жить, тренироваться. Вы увидите, что результаты станут на новом этаже. А долго раз думали, над предложением вам как-то идти к нам или нет? Ну, любой человек, любой человек, делая какой-то выбор в своей жизни, он должен отдумывать каждый шаг. А, конечно, такие важные решения, как перехода в другую команду, не даются одним днем, у меня одна звонка. Тем более, что на той работе, где мы работали, я работал в Шинке, старшим тренером, были созданы очень комфортные условия именно для работ, для работы. Но я всегда хотел и был уверен, что я буду работать главным тренером. И когда уступило предложение руководить культуры, я ответил согласие. Конечно, я подумал, потому что даже какие-то маленькие шаги в жизни надо было думать, тем более такие сервисы. Теперь такой вопрос. Касание тренерского штаба. Очень часто бывает в жизни, когда новый тренер, главный тренер, он привозит с собой, ну, хотя бы, по-моему, вы приехали пока один, в дальнейшем намечается что-то, какие-то изменения? Или весь тренерский штаб Ларганга останется вашим исправедением? Ну, вы знаете, я вот именно методически, методически очень много использую тренировок сложносоставных. Сложносоставные тренировки, когда требуется участие нескольких тренеров. Мы этот вопрос поднимали, мы этот вопрос поднимали, и пока с тем тренерским штабом, которым мы работаем, но, честно говоря, мы немножко подзадыхаемся. Подзадыхаемся, внимание рассеивается, какие детали мы можем унести. Для качественной работы тренерского штаба необходим большой и качественный сбор тренеров. Опять же, все упирается в деньги. Насколько клуб сможет позволить себе финансово содержать тренеров, тренерский штаб в любом случае надо усиливать. Сколько бы их ни было в ЦСКА или в Динамо, в Москве, 5-7 тренеров. Работа найдется всем, если главный тренер даст задание и методически обосновит, что нужно делать. Это очень важный момент. Можно ожидать, но вот в мире, да? В нашей жизни все можно ожидать. Я бы очень хотел, чтобы тренерский штаб был порядка 15-20 человек. К сожалению, нам это не может звучать. Санислав, через 4 минуты в сегодняшней игре с Капитанской Паверской вышел Иван Кондалёк. С чем было связано и что это решение? Ну, с чем это связано? Мы с большой долей вероятностью Ивану потеряли. У него есть предложение от одного из клубов первого резюмена Франаэл. Вернее всего, он, кажется, франаэл. Кажется франаэл. Сегодня была акция команды по поводу того, что он здесь отработал. Мы его поддержали. Мы высказали ему свою благодарность. И он нас отблагодарил хорошим инвестором. А сегодня он был просто молодец. Ну, вы с Званым уже знакомы были, еще по шуму, по-моему, да. Так считайте, насколько вы любили его и насколько перспективно. Если бы отношение всех футболистов к футболу, к профессии, к своей работе, к своему здоровью, к своему будущему было такое, как у Ваньки, то в нашей стране было бы много очень профессионных футболистов. Я не умею предвидеть будущее, но я просто могу пожелать удачи. И я очень уверен, что мы в этом все получим. Как пусты устроились? В лицо много вопросов. В бытовом плане. Нет, все равно хорошо. Хорошо. Хорошо, даже не знаю, что сказать. Пока отношения всех работников, работа административного штата, мы вызываем вложение. Все, все вещи успели перевести? Собаку, да. Все эти вещи не перейдут. Сейчас у нас перерыв. Для этого время я вас перейду как раз. Думаю, я не переехать, а начинаваться. Время власти. Сейчас есть время выдохнуть. Сейчас были в таком церкви, эти 10 дней уже жестко достаточно. Хотелось команде привести новые идеи и показать, что мы хотим сделать. Если возвращаться уже в сегодняшний день, именно на первые 30 минут, это то, к чему мы будем стремиться. К сожалению, потом мы немножко потуставили и наше состояние позволило нам хорошо отдыхать только 30 минут. За остальное время мы уже не были таким преимуществом, как нам хотелось. А правильно мы вообще отличили физику? Какое? Причина соперники. Причина соперники. Мы избирали зону центра одна из самых ровных и самых сильных. Я думаю, что это ровный состав участников показывает, что команда, которая находится достаточно низкая, доставляет нам очень большие. Можно предположить, что там хорошо работает климат, потому что изводы попадают в расстану. Сергей, а Миша Сиденко, можете уже сказать, до когда отпуск, что после отпуска? Мы соберемся 18-го числа, с Бога будем проводить в условиях нашей базы, где мы приедем. Мы стараемся организовать 4 литровических мочеконтрольные игры. Здесь, и предположительно, пока по нашей информации, 13-го числа начала турнира. Следующая программа. Состав зоны календарь еще ничего неизвестно? Пока неизвестно. Завтра, ФПФ. После весна ничего не меняется. Не будет короткий счет. Но, насколько я смотрел календарь, лето, осень, зима, весна. Можно отравлеваться через дачу, когда календарь, пока она там не будет. А мы пока думаем о строительстве команды, которая может претендовать на выход. Команду надо построить. Не бывает, по мгновению, волшебной палочки каких-то чудес. Работа, долгая работа, кропотливая работа, перейдет результат. Вопросы полные. А чемпионат Вирусского? Какого-то обеспрога на России была прибавлена? Не болеет. Не болеет. В один-два раз. Смотреть, конечно, нет. Смотреть, конечно, нет. Смотреть, конечно, нет. Смотреть, возраст профессиональной точки зрения, но болеть не будет. Традиционный вопрос, который я задаю всем тренерам в последние годы. Как вы относитесь к переходу на усилизм? Ну, как факт. Мы перешли. Оно, этот переход, вызывает определенные неудобства в данной ситуации. Но факт остается фактом, что мы перешли. Нам надо к этой ситуации приспосабливаться и смотреть, что происходит. То есть вы бы поддержали переход обратно. Не знаю, что бы у вас просили. Для того времени. Невозможно перевести вторую верну, оставим пример ему. Ситуация в том, что надо принимать взвешенное решение всегда. Нельзя в течение, я говорю, в течение пяти минут принять какое-то решение. Потом смотреть, что же из этого выйдет. Нам всегда надо сесть, подумать, посмотреть, стоит ли переходить назад. И говорю, что определенные неудобства основными командами Лиги – это футболист. Ну, только, видимо, подождем опять, когда Европа переведет, а здесь, ну, мы за ним. У меня больше, честно говоря, я практик, и когда я попадаю в ситуацию, вот есть эта проблема, ее надо решить. Я сталкиваюсь с тем, что надо сосредоточиться на решении, как ее решим. Это уже наше растерство, наше. Если взять сегодняшний матч, вы согласны, что можно назвать сегодня двух лучших врагов, двух ударов? Я не знаю, я бы понаедленно подалека, видимо, в нашей команде, потому что, в целом, как хорошие у нас были, смотрите, вышел мусорком, но иначе мы знакомимся, только первый раз увидели его и просто откровение. А если мы в целом скажем, что два края уделялись, это значит, экран была обоиха острая, было на этот момент, и болельщикам должна была конкурсия. Спасибо, удачи нам, вам.